Люди, в общем, я думаю, что стремятся каким-то образом понять мир вокруг них. И в частности, через какие-то теории того, как что-то происходит, для того, чтобы спрогнозировать, возможно, будущее. И вот возможная теория того, как развивается компьютер, это то, что компьютер становится все меньше и меньше и меньше. И с другой стороны, все больше и больше людей использует их. И этого чувака зовут Гордон Мур. И в свое время он придумал закон Мура, такое правило наблюдения, что ли, о том, что количество элементов на единицу площади электронных схем, оно экспоненциально растет. Через какое-то, по-моему, каждые 18 месяцев, в два раза больше. И суть этого процесса в том, что компьютер все меньше и меньше становится. Но также параллельное наблюдение в том, что цена каждого элемента падает, соответственно, он все более и более доступным становится. Этого чувака зовут Клейтон Криченсен. И у него есть идея того, что экономические эти процессы можно описать посредством какой-то такой теории. И вот у него есть теория, которая называется теория дезруктивной инновации. И теория дезруктивной инновации, у него есть такие положения, что ли, что есть какая-то кривая потребительского спроса. Предположим, появились компьютеры, и сначала они используются крайне мало в каких-то специальных учреждениях. И постепенно требования к этим компьютерам растут. Вот эта красная кривая – это потребность потребителей. Она растет довольно медленно. С другой стороны, компании, которые производят компьютерную технику, у них постоянно идут инновации. Все быстрее, все дешевле у них происходит. И вот эта одна из кривых, верхняя, предположим, это кривая какой-то технологии. Предположим, мейнфреймов. Но через некоторое время появляется какая-то альтернативная технология. Предположим, микрокомпьютеры, персональных компьютеров. И суть в том, что эта технология, она, по сути, всегда хуже, чем предыдущая. По той причине, что там какие-то другие ограничения в дизайне используются. Предположим, нужно, чтобы он был маленький, чтобы он был дешевый. И поэтому технология, вот нижняя линия, она всегда отстает от верхней. Но рано или поздно эти технологии пересекают кривую потребительского спроса. То есть, другими словами, они становятся достаточно хорошими для большинства потребителей. И как бы дизрубция происходит тогда, когда вторая технология, что ли, пересекает эту линию. То есть, другими словами, не встаня на то, что она хуже, чем предыдущая. Не встаня на то, что персональные компьютеры не всегда будут медленнее, чем мейнфреймы. Тем не менее, для большинства пользователей она становится достаточной. И вот в это время мейнфреймы вдруг перестают быть нужными. И этот чувак, его зовут Хоррис Дидью, он отследил кривые развития технологий в том смысле, в количестве продаж, что ли. И вот здесь вот эти различные штуки, я не знаю, действительно, не считается. Но вот самая верхняя, вот такая самая большая арка, это PC. Есть какие-то поменьше, вот это желтое посередине, это макинтош, если не ошибаюсь. И вот, ну в общем, если посмотреть на такую общую форму этих кривых, то они похожи на обратную параболу. Идея в том, что технология, количество продаж какого-то компьютера или какой-то технологии растет, растет, растет до какого-то уровня, и потом обрывается и идет вниз. Ну, тоже не супербыстро, тоже примерно с такой же скоростью, как оно и росло. И вот это данные за 2013 год, и если вы посмотрите на верхнюю кривую, она уже идет вниз. То есть, по сути, это означает, что количество продаж PC в мире начало сокращаться. Но сейчас уже в 2014 году, 2015 году, но в 2014 году, видимо, самые свежие данные, еще уменьшилось количество продаж. С другой стороны, вот вся вот эта вот гильдия, это все мобильные всякие платформы, включая iOS и Android. И вот сейчас уже, по-моему, в сумме чуть ли не Android преодолел количество продаж PC. Ну, их невозможно так сравнить один к одному, потому что это разные вещи. Но концептуально, в смысле, и то, и другое компьютер, они какие-то компьютерные нужды выполняют. И суть в том, что PC вот тут закатывается, а мобильные технологии растут. И будущее компьютерной техники вообще в общем, оно скорее не за PC, который вот закатывается, а вот за какими-то новыми людьми на рынке, которые только что начинают, в частности, iOS, Android и так далее. И как это с казахстанским рынком, с разработкой приложений все связано? Связано вот через стори приложений. Суть в том, что, предположим, если мы подумаем о… были мобильных приложениях на системе Symbian, которые на старых смартфонах, на старых телефонах были, на них тоже можно было писать мобильные приложения, но… и можно было их распространять, но типичное распространение было связано с оператором. И оператор был таким, ну, местом преткновения, что ли, когда вот обычные люди, типа меня, ну или типичного разработчика, они могли что-либо сделать. То есть KSL, возможно, что-то заказывал, ну. Вот. А благодаря магазинам приложений, как App Store или Android, рядовые, что ли, разработчики, маленькие команды, они могут, они могут, наконец, продавать приложения для этих растущих мобильных платформ. В этом контексте возникал, возник вопрос, можно ли, ну, поскольку первая идея – это сделать мобильное приложение для своей страны, для своих людей, что вполне разумно, и возникает вопрос, что дам бизнес-модель. Вот я, мне хочется сделать приложение, но с другой стороны, мне хочется заработать денег. И как это сочетается одно с другим? Ну и вот можно предположить, что количество активных пользователей мобильных устройств, смартфонов, скорее, в Казахстане – порядка миллиона человек. Вот. И такая оптимистическая конверсия из активного пользователя в покупателя приложения примерно одна тысячная. Вот. И тогда получается, что потенциал казахстанского рынка по покупке мобильного приложения – порядка тысячи человек. Типичная конверсия из посетителя сайта в пользователя сервиса, вот она вот примерно порядка одной тысячной. Ну, там небольшая конверсия. И следующая вот эта штука – это, значит, N – это количество разработчиков, количество людей, которые работают на нашем приложении. А тысяча – это сколько мы денег хотим получать с этого, каждый из них. И мы из прошлого кадра, если вы помните, тысячу человек могли в Казахстане приобрести наше приложение. Значит, это вот сиденье, который у нас есть. Мы хотим каждую тысячу получать. Значит, нужно, предположим, на второй человек. Значит, три тысячи мы хотим получать в месяц. И вот одна арифметика с другой вообще не сходится, кроме тех случаев, когда можно приложение за очень большие деньги продавать. То есть, предположим, это какое-то специфическое приложение по какой-то причине, которое можно там за десятки, может быть, сотни долларов продавать. Вот. Но это, значит, это не говорит о том, что в Казахстане невозможно делать приложение. Это лишь говорит о том, что делать в Казахстане приложение, которое вы будете продавать казахстанской аудитории, монетизация у вас будет через продажи казахстанской аудитории, ну, пока что, по крайней мере, невозможно. Но какие-то другие модели монетизации возможны зато. И, в частности, вот эта цифра – это соотношение среднемесячного дохода казахстанца и американца. И, значит, с одной стороны, это, конечно, плохо. У нас более низкий уровень жизни, но с другой стороны это хорошо, по той причине, что вам достаточно заработать в 8 раз, в 10 раз меньше, чем среднему американцу, для того, чтобы ваш бизнес по созданию приложений был прибыльным. И к вопросу о том, что нужно, если вы такие решились создавать мобильные приложения, что нужно для этого? Ничего особенного не нужно. В контексте iOS нужно компьютер Macintosh, нужно 100 долларов заплатить в месяц Apple за членство в программе разработки и нужен телефон, гнутый или нет. Какое-то устройство. И если речь идет о том, с чего начинать, то моя личная рекомендация, это любую книгу взять наиболее простую и возможную и начать с нее. И идея, вот в чем заключается, этого чувака зовут Дрейфус. У него есть модель приобретения навыков. Модель приобретения навыков Дрейфуса. И суть этого кадра заключается в том, что в самом начале невозможно познать какие-то глубокие вещи. Нужно начинать с каких-то простых вещей и тратя время постепенно расти. По этой причине нет резонанса какие-то глубокие тома приобретать. Все очень просто. Онлайн или в книжке. Все это можно найти. Конкретно про нас. Мы сделали энное количество приложений. И, как вы видите, сейчас два есть основных приложения, над которыми мы работаем. Это кофейное приложение и фото приложение. Но, как вы видите, это не единственное приложение, которое мы сделали. И мораль этого слайда такова, что сразу, в общем говоря, вероятнее всего не получится сделать суперпопулярное приложение. Вот коллеги до меня заметили, что какое-то приложение можно сделать, он вдруг станет популярным. Это возможно. Но у нас не получилось. Нам потребовалось три года, возможно, для того, чтобы сделать приложение достаточного качества.